Дома как опасность. Абайские разбитки продолжают стоять и наводить страх на местное население. Жители Абая неоднократно обращались в местные исполнительные органы. Чиновники обещают, пустующие хрущевки снесут или приведут в порядок. Но по сей день в городе нет никаких изменений. Проблемы разбиралась Мирамгут Салкимбаева. Видела, ходили обувь оденутую из дому, такие вот как бахилы эти, а туда пройдут уже, снимают, меняют. Никакого внимания к нам нету. Вот выходим в грязи полностью, как будто мы не люди. Уважаю Акимат, обращение нашей улицы уделяет вам внимание, чтобы вы на нас уделили внимание, чтобы наша улица была немножко хоть починена и сделана, чтобы мы ездили здесь потихоньку, и дети ходили в школу и со школы возвращались нормальненько. А то не по колдобинам этим, и не по ямам. А то не ровен час, они попадут в какую-то яму, и будет неприятности. И никто, ни асфальт, ни этот, никто ничего внимания не обращает на наши. Там прорвется, там прорвется, а еще весной тем более. Дети не могут ходить, они обходят все. Об этой проблеме мы рассказывали весной прошлого года. Еще тогда первые руководители города Абай обещали устранить проблемы в самое кратчайшее время. Однако прошел год, а беспорядок в городе продолжает провоцировать местных жителей. Конечно, дети в школу ходят. У меня ребенок ходит в первый класс. Но мне не хотелось, чтобы мой ребенок ходил через разбитые дома. Дороги, конечно, желают лучших, конечно, сделать их надо, просветить, расфальтировать здесь все. Дорожки везде и все остальное. Все это делать. Не только центральные. Тут аж страшно ночью ходить. Ну, вообще, я бы не хотел, чтобы были разбитые дома здесь. Ну, дорога тоже не важна. У нас очень грязная дорога. Потому что везде вот эти всякие ямочки. Плохие дороги, открытые колодцы. Эти немаловажные вопросы представители местной власти решили наполовину. Акиматчики утверждают, что дороги отремонтированы везде. Да и все колодцы они закрыли. Однако, если пройтись по переулкам города, то можно увидеть, что изменений никаких нет. И это не последняя проблема, о которой забыли местные власти. Число разбитых домов перевалило за шестой десяток. По словам жителей, такие брошенки дети превратили в место для игр. Хуже того, что там частенько происходят убийства. Напомним, в феврале этого года в одном из разрушенных домов нашли тело 19-летней Оружан Мусаевой. Эта история шокировала всех жителей. А вот Аким города Абай по неизвестной причине стал опровергать слухи. Убирать развалины начнут с 15 апреля. Так утверждают представители местного Акимата. Провели экспертизу. Экспертиза подтвердила, что она негодна для восстановления. В данный момент по программе моногородов у нас в этом 2013 году планируется демонтировать 16 домов. Конкурсные процедуры прошли, подрядчики определились. С 15 апреля начнется демонтаж пустующих домов. Подсчитывая жалобы Абайцев, город можно по праву назвать одним из самых проблемных городов-спутников шахтерской столицы. Когда решится букет проблем, неизвестно. В Акимате, как всегда, обещали помочь. Мирамгуль Салкимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.